В Саратове начались работы по поднятию со дна Волги легендарного ледокола. Сейчас приступили к очищению судна от грунта. На базе затонувшего в районе автомобильного моста ледокола сделают музей речного флота. О том, есть ли будущее у легендарного прошлого, материал Елены Петровой. На этих кадрах подводной съемки одна из главных саратовских легенд. Ледокол, который построили еще в конце 19 века, сейчас погребен на дне Волги. Для России того времени он был настоящим символом эпохи. Это первый ледокол, который появился в стране. Собранный в Англии, он мог пробивать лед толщиной до 70 сантиметров. Саратовская легенда прослужила несколько десятков лет, но в 60-х эпохе ледокола пришел конец. Судно затонуло прямо у причальной стенки. По слухам, какой-то рыболов решил отпилить кусок свинцовой трубы, но не рассчитал силы. Сегодня саратовскому ледоколу решают вернуть былую славу. Под автомобильным мостом развернули настоящий штаб. А вот этот илопесок он поднимает и закачивается на набор? Нет. На выбор. На выбор? На забор. На забор, да? Да. Друженый баржу поставили, просто чтобы ниже, он ближе к кораблю, чтобы меньше рукавов нужно было. Один из первых этапов – очистка судна от ила. На месте установили баржу с песком. Она выполняет роль своеобразного фиксатора для помпы, который откачивает грунт. Водолазы следят за тем, чтобы рукава, через которые проходит ил, находились в правильном положении. За 50 лет в трюме скопились тонны грунта. Высота борта ледокола 5 метров, ширина его 11 метров, длина 47 метров и от 3 метра в трюмах толщина ила. Чтобы оценить его полностью состояние, особенно придонная такая толщина стенки, по документам она составляет максимально 2,5 сантиметра. А значит, осторожность и еще раз осторожность. Ледокол будут поднимать бережно, как младенца, чтобы не повредить истонченные стены. Правда, до этого еще далеко. Только работы по откачке грунта займут два дня. Затем предстоит составить план, как осторожно поднять ледокол. Мы говорим сегодня и обсуждаем, согласовываем вопрос привлечения плавучего крана «Могучий», который на сегодняшний день находится в Самаре и будет двигаться в Волгоград. Вот в момент приход его в Саратов, используя возможность по привлечению подъема. По дальнейшему вопросу отработан и согласована позиция преступления к реставрации этого ледокола в Балаково. Реконструкцией ледокола займутся на Балаковском судоремонтном заводе. В планах чиновников вернуть саратовской легенде былую славу. Отреставрированный ледокол собираются разместить на саратовской стороне Волги рядом с мостом. На базе судна будет создан музей речного флота. Проект, говорят власти, будут финансировать на средства спонсоров.